Сотрудники полиции, департамента ПЧС и волонтеры активизировались перед грядущим Новым Годом. Они осматривают места, где проводят корпоративы на предмет соблюдения пожарной безопасности, а главное, ищут нелегальные точки сбыта салютов. Вместе с ними в рейд вышла и наша съемочная группа. Считанные дни остались до Нового Года. Особенно сейчас активизировалась полиция и спасатели. Они посещают торговые точки, чтобы определить нелегальные места в продаже пиротехники. Уже второй день проходит эта акция, однако за все это время ни одного нелегального продавца пиротехники не найдено. Тем не менее, есть у меня большие сомнения, что на Новый Год не бахнет. Да и еще к тому же, скорее всего, большая часть этих салютов будет приобретена нелегально. Паленые петарды и салюты – это действительно опасная для жизни и здоровья продукция. Тем не менее, к Новому Году среди казахстанцев серьезно вырос спрос на фейерверки. Такую новость растиражировали СМИ со ссылкой на Комитет госдоходов. Именно поэтому вся пиротехника, а точнее ее продавцы, сейчас находятся в центре внимания соответствующих ведомств. Оперативно-профилактическое мероприятие мы будем проводить до 3 января следующего года. Хочу отметить, что продажи незаконной продукции преследуются по закону. Так, в соответствии с административным кодексом налагается штраф в размере 25 МРП. «Безопасный Новый Год» – такое название носит череда профилактических мероприятий от чаясников. Время рейдов они проверяют различные увеселительные заведения, где проходят корпоративы на предмет пожарной безопасности. Кроме того, в поле зрения спасателей попадают и вышеупомянутые точки продаж фейерверков. Как отмечают в соответствующем ведомстве, нелегальны все, кроме двух. Пиротехнические изделия на территории Заводного Астана продаются в двух местах. Это торговый дом «Турист» и «Оружейный двор», у которых, как раз, есть и имеется лицензия на продажу. Пиротехнические изделия нужно покупать только специализируемые в магазинах и при наличии сертификатов перед использованием пиротехники внимательно читать инструкцию, убедиться, что срок годности изделия не истек, нельзя устанавливать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений, легко восприняющихся предметов под низкими навесами или кронами деревьев. Во время проведения оперативно-профлактического мероприятия продавцам и покупателям раздали памятки об основах пожарной безопасности.